Всем привет, дамы и господа, с вами Лео Мун, и я рада, что вы зашли на мой канал и смотрите это видео. В сегодняшнем видео я решила сравнить две игры, WorldCraft и Ultimate Wolf Simulator 2. Какая же из этих двух игр показывает нам настоящую жизнь Дикого Волка? В какую же игру стоит играть? В эту или лучше в эту? Прямо сейчас мы все выясним и все разузнаем, но вам уже решать в какую вам игру играть, в WorldCraft или же в Ultimate Wolf Simulator 2. Для начала давайте сравним графику. Если сравнивать в WorldCraft, то в WorldCraft графика намного мульчашнее и сделана более в детском стиле. А вот в Ultimate Wolf Simulator 2 графика совсем по-природному. То есть она совсем другая, не как в WorldCraft, она более правдоподобнее, более серьезная, как будто мы находимся в диком лесу. И да, намного лучше, чем в WorldCraft. Так, теперь давайте посмотрим на разнообразие шерсток в играх. В WorldCraft нам предоставляют очень большое разнообразие шерсток. От Серого Волка, самого обычного, до Мистика. А в Ultimate совсем другое, там более правдоподобные шерстки. То есть Серый Волк, Рыжий Волк, Черный Волк, Белый Волк. Я не хочу сказать то, что эта игра лучше, скачивайте эту игру, не скачивайте в WorldCraft. У каждого свое мнение и каждый разуждает по-своему. Если вы привыкли играть в WorldCraft, то играйте в WorldCraft. Но я просто рассказываю плюсы и минусы. То есть для меня лучшая игра это Ultimate Wolf Simulator 2, чем в WorldCraft. Потому что в WorldCraft очень много минусов. Но и эта игра тоже без минусов не обошлась. Давайте теперь посмотрим на минусы игры WorldCraft. В WorldCraft есть одежда, есть питомцы. Вопрос, зачем диким животным одежда, зачем диким животным питомцы? Как-то неправдоподобно. В дикой природе такого нет. Дикие животные не носят одежду. Они же не домашние питомцы, у которых у людей. Если же мы посмотрим на Ultimate, то там нет одежды. Там нет питомцев. И это более по-дикому. Действительно. Также в каждой игре есть свои боссы. Но они сделаны тоже довольно правдоподобно и довольно хорошо. В WorldCraft на первой карте вы увидите лося. А здесь вы увидите самого обычного волка, который имеет магические способности. Да, и Ultimate в этом плане очень плохо сделает боссов, потому что магических волков не существует. А вот в WorldCraft очень даже большой плюс, потому что там олень без всяких там способностей и магические магии. Так что в WorldCraft я ставлю жирненький плюс по поводу боссов. Хорошо, что они сделали боссов более правдоподобными. А вот Ultimate я ставлю минус, потому что магических волков не существует. Все мы знаем то, что WorldCraft было сделано для детей. Но в нее играют и взрослые, и даже подростки. И да, игру сделали более интереснее. Добавили одежду, добавили новых животных, других помимо волков. Добавили тех самых петов. И эта игра появилась намного раньше, чем Ultimate. Но Ultimate сделано более правдоподобным. То есть мы тут видим полную жизнь волка. Мы охотимся со стаей. Мы можем делать волчат. Да, в WorldCraft мы тоже можем делать волчат. Но там свой способ. Да, эти игры разные, но я их сравниваю по степени более к дикости. Более к правдоподобию. Потому что изначальная задумка это правдоподобие жизни диких животных. Но хочу сказать вам лишь одно. То, что решайте вам, какую игру играть. Если вы очень долгое время играете в WorldCraft, то продолжайте играть дальше. Я не против. Это мое личное мнение, и я высказала его. Я сама играю в WorldCraft, и не жалуюсь. Мне эта игра нравится. Но если сравнивать по дикости, более правдоподобию, то Ultimate сделала эту игру более правдоподобнее, чем WorldCraft. Но это не делает WorldCraft плохой игрой. Она очень даже хорошая. Просто сделана неправдоподобно. Не по-настоящему, как в животном мире. Просто сделана, чтобы игрокам было в нее интересно играть. Ну а вот уже решение, какую игру вам играть. Это уже вам решать, какую игру играть. WorldCraft или же в Ultimate. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поставьте лайк. Подбишитесь на мой канал. И пишите ваши комментарии, какую игру вы лучше всего будете играть. Какая игра вам более удобнее. И на этом все. Всем-всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok